Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Центр цивилизации Западной Армении в Ереване. В Западной Армении в поисках римского золота осушили 12-тысячелетнее озеро. Запрет на проведение мероприятий в Дерсиме на 15 дней. Премьер-министр Армении Никол Пашиня встретился с Мэром Миланом в памяти командира Нубара Озаняна. В новой работе ученые рассказали о потерях и проследствиях геноциды против армян. В Ереване планируется создать инновационный центр, посвященный исследованиям армянской цивилизации Западной Армении с постоянными и временными выставками на основе 40 тысяч исторических документов, начиная с 1900 года по сегодняшний день. Центр откроется в самом центре Еревана, оборудованный по последнему слову техники для постоянных и временных выставок, аудиторий на 340 мест читального зала, центра документации, исследовательского центра, жилых помещений, учебных зон, кафе и приемных. Центр будет иметь современную металлическую, стеклянную и алюминиевую текстуру, объединенную со старым зданием, оставшимся в советских времен. Управление проектами АГБУ Нью-Йорк Архитекторы. Площадь здания составляет 5195 квадратных метров, стоимость проекта 10 миллионов долларов. Озеро Ледникового периода, возраст которого оценивался как минимум в 12 тысяч лет, высохло после того, как группа охотников за сокровищами провела инвазивные раскопки, которые хоть и были разрешены, но имели весьма спорный характер. Кладоискатели получили официальное разрешение администрации губернатора провинции Гимушхане, которая не была согласована с учеными, передает Planet Today. Два кладоискателя пытались найти давно потерянное сокровище легиона XV века Аполлинарис, который считался одной из четырех крупнейших военных частей Римской империи в Малой Азии. По некоторым данным, они в 134 году н.э. были размещены в Гимушхане, находясь там после отправки в 115 году на войну с Парфией. Раскопки проводились вполне официально и даже находились под надзором сотрудников местных правоохранительных органов, которые не допускали к месту поисков посторонних. Как бы то ни было, в настоящее время озеро оказалось полностью осушенным. Более того, оно было еще и частично засыпано землей. Фактически, дно озера превратилось в груду камней и почвы. Как позднее отметили специалисты, кладоискатели не предполагали, что возраст озера окажется таким солидным и считали, что оно появилось здесь как раз в период нахождения Римского легиона. Ученые, шокированные такими событиями, утверждают, что для проведения подобных раскопок засушением необходимо было получить официальное разрешение не только губернатора, но и как минимум пяти государственных учреждений. Все виды деятельности и мероприятия были запрещены в Дерсиме на 15 дней. Это решение не распространяется на действия, предпринимаемые местными и областными администрациями. Запрет был введен в мухофазы и основанием для запрета было положение, защищающее общественный порядок и безопасность жизни и имущества людей. В заявлении также упоминается отставка Архана Челебьи, мэра города Ак-Пазар, провинции Дерсим и попечительского совета, назначенного на этот пост. Мы считаем целесообразным рассмотреть отставку вышеупомянутых мэров, за которыми последовали назначения попечителей, мэр которых признали к митингам со всех социальных сетей по всей стране и всему нашему региону по приказу банд и организаций, которые активно сотрудничают с террористами. Они пытаются организовать сидячие забастовки, марши, сбор подписей, пресс-релизы и тому подобное, чтобы сохранить вопрос в повестке дня. Премьер-министр Армении Кул Пашинян, находящийся с официальным визитом в Италии, встретился с мэром Милана Джузеппе Сало. Как сообщил корреспондент Армен Пресс, из Милана встреча прошла в Миланском международном институте политических исследований ИСПИ. Мэр Милана в своей приветственной речи поинтересовался, является ли это первым визитом Пашиняна в Милан, на что премьер ответил, что да. Джузеппе Сало говорил в частности о развитии городов, инновациях, транспортной инфраструктуре и программах туризма. Премьер-министр Армении и мэр Милана подчеркнули важность роли армянской общины Милана в укреплении армяно-итальянских отношений. Собеседники обменялись мнениями о перспективах развития армяно-итальянских культурных связей. Генерал-мученик Нубару Занян боролся и всю свою жизнь посвятил освобождению людей от несправедливости. Он участвовал во многих войнах, включая Первую индифаду, Ливанскую войну, освободительную борьбу Арцаха и т.д. Участвуя в боевых действиях, он напомнил, как армяне были перемещены, убиты и подвергнуты пыткам со стороны турков. В результате он стал одним из ключевых политических и военных лидеров курдского движения, сопротивления, обучил многих бойцов и открыл много военных лагерей. В Арцахе он сражался вместе с Леонидом Асгалдианом, Владимиром Балаяном и Арменаком Абрамяном в армии освобождения. Благодаря последнему он изучил технику борьбы, коллективную и индивидуальную физическую подготовку. Группа ученых с коллективной монографией, методологической основой структуры возмещения и потери армянского народа вследствие геноцида пытались наметить, уточнить материал и духовный ущерб, нанесенный армянами впоследствии геноцида против армян. Как передает Армен Пресс, презентация книги состоялась 19 ноября в Национальной академии наук Армении. В этой работе мы выделили пять основных групп потерь, понесенных армянским народом и вытекающих из них последствий. Первое – это лишение родины. Второе – человеческие потери и полное изменение демографической картины нашей родины путем массовых погромов. Третье – уничтожение и присвоение культурного наследия турецкими властями. Четвертое – материальный ущерб и вытекающие из этого последствия. Пятое – те психологические комплексы, которые возникли после осуществления этого преступления, отметил заведующий отделом армянского вопроса «История геноцида против армян» Института истории на Республике Армении Армен Марукян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Джур Канэм Гишарёв». Далее мы представим вашему вниманию «Джур Канэм Гишарёв» «Джур Канэм Гишарёв» «Джур Канэм Гишарёв» «Джур Канэм Гишарёв» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!